Мама, где мой пенал? Я не знаю. Мама, где моя тетрадка по математике? Ева, я не знаю, где твоя тетрадка по математике. Видишь, я занята. Мама, когда думаешь, какой мне скин сделать, такой или вот такой вот? Я не знаю, какой сделать скин. Ева, ты видишь, у меня так много дел, мне надо все успеть, мне некогда. Это же, мам, у тебя вообще нету дела. У всех мам куча свободного времени. Это тебе только так кажется, что у мам у всех куча свободного времени. На самом деле у мамы вообще нет ни одной свободной минутки. У любой мамы нет ни одной свободной минутки. Мамы постоянно чем-то заняты. Я не верю. Ой, не верит она. Вот будешь мамой, вот тогда и поймешь. Ой, когда я только буду ей. А хочешь прям сейчас узнать, как это? Как это возможно? Вот тебе дочка и у тебя челлендж. 24 часа ты будешь мамой. Илана, Алана, Анна. Олег. Сережа, ой, это ее надо посадить, чтобы она не подавилась, Ева. Она открылась, блин. Сделаю тебе вот тут косичку на макушке. Или дулю. Помнишь, я любила больше всего дулечку делать тебе? И последний вопрос, кто их папа? Это же Бэби Бон с магическими глазками. А я справлюсь? Ну, я справляюсь, и ты справишься. Подари ей свою любовь, будь как мама. Ребята, напишите в комментариях, кого выберете, Сигму или Чадо. У меня и то, и то. Что, блин? Блин, это так круто. Я сейчас не знаю, блин. Это круто. Я не могу быстрее эмоции. Так, вот здесь открываем. У меня так страшно и как бы, и радостно. Вы ее уже видите? Да, она прекрасна. Офигеть! Так, это какой-то пакетик для нее. Давайте сначала ее со мной достанем. Вау! Она очень подвижная. Вау! Она такая приятная на ощупь. У нее так много цваров. Это тарелочка, откуда она будет кушать. Это очень милая соска. Ааа, какая милашка. Дальше у нас идет браслет. Вау! Это еда ее. Это ее памперсы. Бутылочка. Милая ложечка. Также есть еще маленький. А это для мамы, для меня, для дочки. О, прикольно. Вот такие красивые получились браслетики у дочки и у мамы. Последнее – это ее свидетельство о рождении. Тут надо все запомнить. Ну что, Ева, теперь у тебя есть дочка, и, пожалуй, нужно придумать ей имя. Как ты назовешь свою дочку? Сложный выбор? Я не знаю. Есть у тебя какие-нибудь варианты, как бы ты могла назвать? Имя, которое тебе нравится. Ну, может быть, Милана, а может быть, Алана. Милана, Алана, Анна, На и А. Не обращай внимания. Вот когда ты родилась, у меня вообще не было сомнений, как тебя назвать. Задолго еще до твоего появления я знала, что у меня дочка будет Ева. Единственное, о чем мы думали с папой, это как записать тебя. Просто Ева или Евангелина. А были еще какие-нибудь имена, которыми ты бы могла меня назвать? Ну, на то время мне еще нравились имена Николь и Эрика. Но я знала, что первая дочка обязательно будет Ева. Ну что, нужно заполнить свидетельство о рождении? Ты придумала все-таки имя? Милана? Олег. Виталик. Понятно, Ева хотела мальчика. Ну, давай Милана пусть будет. Милана. Надо записать свидетельство о рождении. Так, дата. Дата? Ноябрь. 12-го. Время в какое она родилась? 14-55. 43 сантиметра. Ой, килограмм 10. Я представляю, если бы ребенок родился на 10 килограмм. 3 кг. Вот такое свидетельство о рождении получилось у Миланы, у нашей. Милана родилась 12-го, 11-го. Это кто она по гороскопу? Скорпион. Скорпион. Так, родилась 14-55, 43 сантиметра, 3 килограмма. А вот, Ева, твое свидетельство о рождении. Еще когда ты родилась, тебе дали вот такую вот медальку золотую. С первой твоей медалькой себя. Ой, это прям реально золото? Да. Твое самое первое золото в жизни. За то, что ты родилась, сразу медаль получила. И вот такая вот бирочка я храню до сих пор, как ты родилась. И она на кроватке была у тебя. Вот ты родилась с 7-го, 0-3-го. 18-50, 49 сантиметров. Маленькая такая. Вот почти как Бэби Борн. То есть она 43 сантиметра, а ты 49 сантиметров родилась. Представляешь, вот такая вот прям маленькая-маленькая девчушка. Соответственно, вес у тебя был 2,550. Такая маленькая. Типа я весила примерно как она. Да, ты вот считаешь, что вот такая вот родилась, как куколка. Чуть-чуть побольше. Прям немножко. Очень маленькая. Брат, а сколько весом вы родились? Спросите у ваших мам, если вы не знаете. И напишите в комментариях. У тебя еще были вот такие бирочки одеты на руках, чтобы ни с кем не перепутать. И, короче, она такая огромная тебе была, что она у тебя просто с руки слетала. Ну, и ее даже тебе на ногу можно было одеть, но и на ноге она была большая. Представляешь, какая у тебя вот маленькая ножка была. На эту уже затянули потуже, но самый маленький размер. Но все равно как бы она тебе была прям огромная. Я прям помню, как они слетали. Я их убрала, чтобы не потерять, чтобы сохранить и потом тебе показать, когда ты вырастешь. Ну что, Ева, мне кажется, пора уже кормить нашу Милану. Как ты думаешь? Ок. Сейчас будем ее заворачивать. Вот так. Все, мы ее завернули более-менее. Теперь ее надо разводить. Сейчас мы ее положим на кровать пока что. Интересно, что они едят там. Открываем. Мать не смогла открыть ее дурь. Он остался голодный. Открываем. Сколько раз ты сказала? Открываем. Так, теперь надо... Так, открываем. Открываем. Теперь надо налить чуть-чуть водички. Такая каша получается, да? Угу. Ну что, наша каша готова? Кормим нашу Милану? Да. Я просто не шарю. Так все мамы первый раз не шарят. Ты что думаешь, когда я тебя первый раз кормила? Я что-то там шарила? Я вообще боялась. Руки тряслись. Так страшно было сделать что-то не так. Поэтому у тебя сейчас хорошая практика. Так расскажи, ты же уже на опыте. Сейчас ты ему научишься сама. Итак, теперь ей надо попить. Стой, Лёжа. Ой, ты ее. Надо посадить, чтобы она не подавилась, Ева. Она открылась, блин. А потом мамы все грязные, в еде, в детской. Понимаешь, почему, да? Она поела, теперь надо в туалет. Вот я уже усадила на горшок, ждем. Ну что, Ева, понимаешь, как это мамам сложно, и как у них нет времени? Нет. Нет? Тогда тебе усложним задачу. Раз ты так хорошо справляешься со своей дочкой Миланой, усложняем тебе задачу, и вот тебе... Это же сестричка Бэби Борн. Да, вот у меня вас двое, ты и Артур, и у тебя будет двое деток. Милана и Алана. Ты же так хотела назвать вторую? Ну окей. Открываем, вы ее уже видите, а я... И мы не видим. Офигеть. Ого, у нее волосы. Вот только посмотрите, у нее ножки подвижные. Прямо как настоящие. Ну что ж, я ее назову Алана Гей примерно. Два года. Такие длинные волосы в два года? Ну, кстати, у некоторых могут быть такие длинные волосы. У меня были такие же. В два года нет. У тебя были короче волосы в два годика. Вот смотри, твоя фотография в два годика. Ну, у кого-то реально могут быть такие длинные волосы. Ну окей, два годика, хорошо. Смотрим, какие же у нее аксессуары. Итак, это у нас вот такая вот бутылочка. Уже побольше. Она уже сама ее как будто может держать, получается. Да. Ботинки. Так, надо найти второй. Но пока что у нас... Ооо, смотри, это же типа заколочки с прятками. Я помню, у меня типа похожие были, только у меня были косички такие. Да, разноцветные. Вау. Смотрится очень круто. Так, дальше у нас резиночки, чтобы делать хвостики. О, какие современные резиночки. Их еще можно как браслетики использовать. Да. Дальше у нас вот такая вот заколочка. Ух ты, еще заколочка. Еще одна прятка. Ой, сразу тут браслетик, только видишь, как там. Вот такой вот браслетик. Может, это уже мне, бабушке подарите? Чтобы я с вами в теме была. Вау, смотри, какая она уже... Красотка. Красивая. Вау, эстерская заколочка. Ух ты, вот заколок у нее. Расческа. О, еще один браслетик. Точно, это еще вот один браслетик такой милый. И расческа. Ну-ка, покажи, она высокая. У тебя тоже такая есть. Да. О, она настоящая, может даже тебе прическу делать. Прикольно. Ты ей разрешаешь, Алана? Красотка, крошиха, сама стоит с красивой прической. Круто же. Я помню, как Артур родился, и ты вообще стала старшей сестрой резко. Как бы я уходила в роддом, ты была такая вот маленькая, единственная моя доченька, такая вот лапочка. Через три дня, когда родился Артур, и нас выписали из роддома, я просто вижу взрослый ребенок. Она просто большая. На контрасте с Артуром. И в один день просто стала для меня взрослой. Так же вот и у тебя тут вот. Младшая Милана и старшая Алана. И я помню, как я укладывала Артура спать. И пока он спал, я тебе заплетала косички. А, так давай сейчас Милану я уложу спать, а Алань заплету косички. Давай. Так, одеваем ей памперс. Я не умею это делать. Я тоже когда-то не умела, помню, страшно было, руки тряслись. Но ничего, вот все правильно. И здесь застегивай, на липучку. Памперс она одела, и я ей дам соску, чтобы она побыстрее уснула. В соске есть такая офигенная штука, вы только посмотрите. Мы даем ей соску, проворачиваем, и она просто закрывает глаза. Вот бы так. И мы бы засыпали с Артуром в детстве. Соску повернул и уснул. Ева дает свою подушку для Миланы, чтобы это была ее мини-люля. Кокон такой, да? Да. И укрываю ее одеялком. Да, чтобы не упало, все правильно подвернуло края. Все, теперь можно спокойно идти заплетать косички Алане. У нее такие волосы теперь волнистые. Вау, офигеть. Сейчас мы будем делать ей прическу. А я тебе сделаю прическу, как в старые добрые времена, когда ты была еще совсем маленькой девчушкой. И давала мне делать тебе прически. Не то, что сейчас уже. Да что я тебе не даю? Все сама, уже большая, взрослая. Почему у нее такой красивый цвет волос? Красивый цвет волос? Да. Блондиночка? У меня нету. Тоже блондиночка? Нет. Натуральный блондин. Ты все про меня, что ли? В общем, я придумала тоже тебе прическу. Сделаю тебе вот тут косичку на макушке. Или дулю. Помнишь, я любила больше всего дулечку делать тебе? Делай, что хочешь. Я уже разучилась, честно говоря, плести косички. Поэтому не знаю, что из этого получится. Вообще, у тебя раньше волосы были длиннее. Сейчас короткие. Из них сложнее заплетать мне. Вообще, раньше ты любила, когда я тебе заплетала косички. Я и сейчас люблю. Просто ты, блин, не заплетаешь мне. Косички? Да. Ну все, тогда завтра утром просыпаемся пораньше. К школе я тебе заплету две косички. Окей. Такая вот косичка у Евы получилась. Не очень, конечно. Но просто я разучилась за это время плести косички. Раньше было все красивее. Сейчас уже Ева должна мне мастер-класс давать, как заплетать. Итак, я сделала вот такую вот прическу. Вообще, волосы достаточно такие прям хорошие. Вау, ладно. Повезло и повезло. Итак, хочу я ей теперь накрасить ногти. Ох, все по полной программе красоту навести. Маникюр как у меня, да? Красотка, крошиха, красотка. Без сонка времени прошла, я свои дела не успела поделать. Ну что, Ева, теперь ты понимаешь, что у мам вообще нет свободного времени, а еще столько дел, столько надо успеть покушать, приготовить, посуду помыть, убрать. Вот, Ева, целый список дел тебе. И если ты успеешь сделать все дела за 30 минут, то получишь приз. А, с какой приз? Это ты узнаешь, если успеешь сделать все дела за 30 минут. Так, ну накормить ставим галочку. Собираемся в магазин. Итак, мы будем в магазин брать моим мамушкам еду. Я возьму все, что я ела в своем, когда была в таких же возрастах. Боже, я возьму самое вкусное, что я ела вообще в своей жизни. Вот моя индейка. Мое все просто. Берем это алани. Вот это вот. Это очень вкусно. Вообще топ. Возьмем вкусняшку ей. Салатик с мородиной. Мой любимый. Вот она, моя любимая. Боже, любимая. Еба. Итак, берем и наглушки. Возьмем невалюшку. Удички для купания. И возьмем вот такую погремушку. Супер герл. Немного большая. Так, вот маленькие. Берем такое вот. Вот такое. Ну и вот такое. Идем на кассу. Короче, мы вышли гулять, а у девочек нету зимней одежды. Поэтому гулять не будем, потому что метель. Сейчас мы им будем делать пенку, бомбочки. Хорошо, делаем им ванную. Вот столько уже пены. Мы запускаем нашу бомбочку. Все, девчонки купаются. Сейчас я Ланей помою голову. У него очень длинные волосы. У меня длинные очень давно не были. Поэтому я удивляюсь, когда у человека длинные. Все, мы помылись. Можно идти спать. Я им сделала вот такое вот местечко. И сейчас их будем укладывать. Ну что, Ева, ты очень круто и быстро справилась с заданиями. Поэтому тебе бонусное задание. Блиц-опрос про твоих дочек. У тебя будет ровно 15 секунд и 5 вопросов. Ты должна очень быстро на них ответить. Ты готова? Да. Как зовут твоих кукол? Алана и Вилана. Сколько им лет? Три месяца и два года. Какое любимое их блюдо? Каша. А у нее тоже каша. Какое любимое у них занятие? У Аланы заплетать косички. А у Миланы спать. И последний вопрос. Кто их папа? Я. Это была шутка. Молодец, Ева, ты справилась. И поэтому ты сейчас получишь свой приз. Итак, вот это твой приз. Мистери бокс. Ну, что ты? Ну, открывай, открывай. Не понял. Ну, что, Ева, поздравляю. Вот тебе накладной живот. Скоро у тебя будет третий малыш. Что? Это был пранк. Ой. Вот настоящий твой подарок. Держи приз. Ты заработала, ты заслужила. Ты справилась. Офигеть, сколько карточек. Роблокс. Вот три самых лучших комментария в прошлом видео. Всем пока. Мне надо за детьми смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok